я вчера думал о том что я как-то могу наверное вам тоже как-то послужить к сожалению это будет нечистое предное служение я просто хочу передать свой опыт о том как как можно использовать свою жизнь преданном служении чтобы побеждать судьбу параллельно потому что судьба действует и если мы это не делаем вернее если мы постоянно думаем о кришне все сгорает все препят представьте допустим родственник тела оставил вам не надо об этом думать хотя он может пойти в ад и если вы ему не поможете вы будет за это наказаны знаете бы нет я исследовал эту тему очень серьезно если родственник идет в ад на сердце появляется камень здесь вот камень каменная тяжесть если родственник остается на средних планетах сердце жар если родственник идет на высшие планеты в сердце легкость и радость и если в сердце камень и вы ну никак ему не помогаете то этот камень таха с вами остается ваша жизнь он никуда не уходит это называется уже проклятие то есть не хочешь помогать мучайся сам значит все равно тебе придется помогать ему хотя бы своими страданиями ну то есть страдания родственников делится жизнь делится счастье делится то есть родители за нами заботятся они и мы должны тоже за ними заботиться когда уходит они жизнь но если человек постоянно помнит о кришне если тасма таки на подтверждение тасма таки нам она сама на синий и бога ванца потом пати шротов я кирки там еще одни пуджей чаните да поэтому нужно сосредоточить свое внимание постоянно слушать повествование личности бога прославлять его помните ним поклоняться ему защитнику преданным если человек в таком сознании находится все родственники получают сразу сразу свое немедленно не надо ничего делать лет потому что мы с ними связаны просто человек помнит о боге и этого достаточно для того чтобы сжигать судьбу но если вы приходите в храм и не помните о боге значит судьба сгорать не будет если вы думаете что-то мне тяжело тяжесть на сердце плохо вот это значит что вы материальном сознании находится или мы то есть это материальное сознание и она не поможет нам возвыситься даже если мы находимся во френдаване конечно у нас больше шансов очиститься здесь но также находиться материальном сознании во вреда мне этот цель это больше совершать оскорбление и как вот выглядит предный который вреда вы не совершают оскорбление как вы думаете ему и их ум становится очень сильно напряженным да да и в это время так как аскезы все это и жители в линдавана они влияют на все здесь человек становится очень напряженным его начинает колбасить и он начинает всех ругать вокруг понимаете то есть я видел воспаленные глаза такие у предных это результат неправильного мышления неправильное понимание что сделал начинает все букаст на недостатки там туда все и понеслась и потом сгорает просто в этом огне здесь очень непросто жить то есть предный вот я смотрел вчера пришел на тиркан посмотреть как предные поют думают о кришне все были в экстазе то есть сладость такая чистота и все неблагоприятное рассеивается могут увидеть как уходит все неблагоприятно таких людей которые просто воспевают все твои имя сидят и состояние глубокого счастья находится здесь то есть если вы в линдаване будьте счастливы если не можете быть счастливыми то есть определенные вещи которые надо знать как это сделать чтобы побеждать судьбу есть определенные вещи из такого понятия у дипа на фуде по на означает что человек с помощью насильственного вспоминания заставляет себя вспомнить что-то и или он возбуждает свою память каким-то объектом но заставить себя вспомнить не просто преданные особенно когда тебя память заставляет помнить о чем-то другом поэтому я предлагаю вам один способ победы над судьбой он очень простой вот это не значит что вы всегда должны так делаем просто это способ побед над судьбой очень простой он заключается в том что преданный должен совершать какое-то действие чтобы возбудить разум нужно действовать причем разум возбуждается только в служении если человек действует что-то но не служит разум не активизируется разум активизируется только в служении я вам сейчас предложу несколько вариантов допустим вы идете в кришнала рам бандир драйт полы или еще что там что-то делать что преданные скажут и вы при этом включайте осознанность где вы зачем вы и что вы делаете каждую секунду вспоминать об этом я служу кришне я служу кришне я служу в кришне я от мою полы для кришны потому что поймите что память она может даже в это время вас поработить то есть вы как бы в моете вроде полы в храме а думаете о чем о том что вызывает боль по не поймите что это насилие мы должны совершать насилие над памятью это насилие которое совершает судьба над нами она заставляет нас через боль думать о себе когда человеку очень больно он вообще даже не может отвлечь настолько от себя что он даже спать не может постоянно даже во сне думает о себе потому что так сильно больно внутри как действует боль и преданный может просто постоянно напоминать себе я служу кришне я здесь служу кришне понимать от называется у гиппану то есть я насильственно напоминаю себе но это у диппана самое сложное это самая сложная у диппана потому что она требует огромных психических резервов. Человек устает, он там полы помыл в храме полчаса и выжатый как лимон стал, потому что он должен постоянно себе напоминать и этот расходует силы. Есть другие виды у дипан очень легкие, гораздо легче. Самое легкое у дипана, которое дает возможность легко побеждать судьбу, это звук чистого предного. Он сам по себе уже побеждает судьбу. Голос шилпрупады. И если, допустим, я действую рядом с ним, если я просто слушаю его, то это тоже может быть деятельностью разума, если я его слушаю в настроении преданности. Но это очень сложно удержать себя в таком состоянии. Поэтому существует другой способ. Этот способ не означает, что я должен так всегда воспевать. Я говорю сейчас о победе над судьбой. Дети во время гуру-кулы в обучении, они именно этим способом пользовались. Они постоянно, много лет подряд, повторяли за гуру в его настроении, как он говорит. Он там произносит томному. Бхагавате васудэ ва я. Допустим, он произносит. И дети так же произносят. Что в это время происходит? Так как они любят гуру и верят в него. Это естественно для человека верить старшим. Естественно, наша природа так устроена. Мы уже родились, когда была мама, был папа, и мы верили им. И так же мы верим старшим. Это естественно для нас. Когда ребенок верит старшим, он слушает его голосу, он начинает копировать его вибрации, повторяет сам. В тот момент, когда он повторяет, включается разум. Если он просто слушает, разум может включиться, может нет. А если у него боль внутри, он точно не включится. Если у человека боль живет в сердце, она доминирует, тогда нужно повторять, как он вместе с ним. И я исследую эту тему уже 15 лет. Ладно, 15 лет я уже повторяю вместе с шло пропады, изучаю, как побеждать судьбу, находясь рядом, слушая его голос. У меня есть опыт определенный, я могу поделиться. Потому что мы проводим каждую неделю, раз в неделю ретриты у себя вообще не там. И мы вот вместе включаем громко пропады, вместе с ним громко повторяем, потом обсуждаем это все детально, что происходит. У нас много интересных есть, такой опыт уникальной, победы над судьбой, но я не буду вам здесь о нем говорить, потому что я не хочу хвалиться в Риндавне. Честно вам говорю, мне Кришна как-то в сердце сказал, не надо. А зачем хвалиться? Просто рассказывать. Делиться. Я не могу просто рассказывать, я все равно буду хвалиться. не надо. Так. хотя бы расскажу несколько моментов, какие-то определенные моменты о воспевании. Вот допустим, если человек повторяет эмоционально, Харе Кришна очень. И он помнит о Кришне, это самое сильное повторение. Если эти эмоции, они соединяются с Господом и постепенно становятся трансцендентными. Харе Кришна, Харе Кришна. Понимаете? Но если человек в это время помнит о себе, повторяет эмоционально, то это самый низкий уровень воспевания. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Харе Кришна, Харе Кри Рам, Харе Кри Рам, 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 Харе Кри. Вот. Это эмоциональное повторение, оно не побеждает судьбу. Но если я нахожусь в трансцендентных эмоциях в отношениях с Господом и его настроение копирую воспеванием, я для него повторяю, как он чувствует его настроение. Это очень высокий уровень, это уже ручей. Ручей включаются, эмоции во время ручей. Эмоции включаются. Я начинаю повторять, думая о нем, как он думает, как он настроен, его сознание, его настроение. Эмоции тогда становятся очень чистыми, спокойными, радостными. Это самый высокий уровень повторения, это называется баджан. Баджан. Что такое баджан? Это тихое, тихое, глубокое повторение святого имени. Может быть быстрым или медленным, в зависимости от эмоций. Они иногда ускоряются, иногда замедляются. Человек не сдерживает свой ритм просто тем, что ему надо быстрее повторить, Харри Кришна. Если человек руководствуется именно этим, что надо быстрее повторить, то тогда вообще ни о каком, ни о каком нормальном воспевании речи не идет, понимаете, предный. Это очень жесткая ментальная платформа, и она просто истощает предного. Я знаю много случаев, когда предный просто для скорости, когда повторяли, они становились больными от этого повторения. У них очень сильно напрягался ум от этого, и они становились больными. Да, 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 да. Да, то есть скорость должна быть такая, что бодро повторяет человек, бодро повторяет. Но мы сейчас, я хочу вам сказать что-то другое очень важное. Есть повторение такое, которое выше ума стоит, но это повторение разумом или сердцем, оно просто так не включится. Я вам сейчас научу включать его легко. Вот. Для этого нужно просто знать определенные секреты. Давайте сейчас будем изучать секреты? Да. кто хочет попробовать? Давайте вы, вы сейчас повторяйте, слушая не себя, а его, и как он. Нет, только она повторяет, все слушают. не обязательно в его ритме, просто в своем ритме. Нет, вы себя слушаете, а надо его. достаточной, ее голос постепенно ушел в сердце. я сейчас покажу примерно как это выглядит. Смотрите, я его слушаю не себя. Субтитры чувствуете? без него я загнулся. вот теперь я о нем вспоминаю Шри Пурпай смотрю. А теперь с ним. называется отраженная джапа. Я отражаю его. Вы видели силу, да? То есть в этой отраженной джапе есть три стадии. Первая стадия я слушаю. Вторая стадия я опираюсь, чувствую силу, опору. Третья стадия неожиданно в сердце вот здесь вот начинает что-то открывается и ощущение такое, что я так же как он могу повторять уже сам и в это время начинаю слушать себя уже. Это включается как раз духовный разум в этот момент. Можно попробовать. Каждый преданный может попробовать и он почувствует вот эти все процессы последствия. Но проблема заключается в том, что большинство предных не знают как слушать старшего и вместе с ним повторять. Мы настолько привыкли к своему уму, настолько к нему привязались, что нам вот включиться и слушать не себя, а его очень сложно. Понимаете? То есть я не против того, что человек должен себя слушать во время воспевания только за. Вопрос что себя, потому что есть эмоции, есть ум, который слушать точно не надо во время воспевания, а есть разум. И опыт показывает, что большинство предных слушают ум. Они когда себя слушают, там же и находится судьба, понимаете? Очень неудобное положение. Я повторяю там, где находится судьба, а надо повторять разумом. Можно сказать, что повторять сердцем, но повторять сердцем, вот попробуйте Матаджи сейчас сама сердцем повторить. Не торопитесь просто сердцем, как я тебя люблю сердцем. Замечательно. А теперь вот так же, как вы сейчас повторяли вместе с Шилы Пропадом. Его слушать. легче с Пропадой? Почувствовали? Само себе сердце включить тяжело. А с Пропадой раз и пошло включаться. Да почему мы пренебрегаем чистым предным? Я исследовал этот вопрос серьезно. Я поехал специально в Шри Рангам. Это такое место, где есть еще один чистый предный. Зовут Мануджачари. И я сидя напротив его Мурти начал настроить думая о нем читать Харе Кришна вместе с Валмики есть. Через буквально через минут 15 наверное я начал чувствовать сердце что-то и буквально за 2-3 минуты у меня так пам и я прям чувствую себя маленьким и вечным. Представляете 15 минут и все. То есть я просто смотрю на него. Такой эффект повторения с памятью о чистом предном. Валмики через минут 10 говорит я сижу такой ошарашенный он говорит мне что-то в сердце стучится. Что это значит? То же самое короче один в один хотя мы не думали об этом даже. давайте теперь вернемся к судьбе и поговорим немножко о ней. Если говорить о событиях которые на нас действуют то есть три стадии приближения к победе над ними. Победить события начать побеждать означает полностью их принять. Вот допустим у меня муж вот такой то я согласна со всем. Это означает начало побед над судьбой. Вот все вот совсем согласна все чтобы он не вытворял. это начало побед над судьбой. Запомнили? Теперь что является безнадегой. если допустим мой муж такой-то и он в этом во всем виноват. Это безнадега. Сколько вы не повторяйте Харе Кришна вы никогда не победите судьбу. Потому что судьба ушла из вашего сердца куда? К мужу. То есть муж виноват во всем при чем тут я? В чем мне побеждать? побеждать нечего он во всем виноват. Это безнадега. Это означает что она всегда будет судьба мучить и хоть ты повторяй хоть не повторяй ничего не изменится вообще. потому потому что ты судьбу из сердца своего выпустил. Она теперь гуляет в другом месте и там живет. Ее надо возвращать назад. Как это сделать? Виновата судьба. Это вторая стадия. Трудно же сразу сказать я виноват. То есть не муж виноват не я виноват судьба наша такая виноват. Понимаете? и приближение и дальше следующий этап приближения вот реально вы это почувствуете я виновата. И причем интересно в это время вы также почувствуете примерно за что. Так человек может реально через возвращение к себе назад он может почувствовать свои прошлые жизни. Чаще всего преданность страдает не за настоящее. Чаще всего за прошлые жизни. Поэтому так несправедливо все это кажется ужасно просто. То есть когда судьба возвращается в сердце вернулась она то в этот момент человек начинает ее реально побеждать. Ну как-то кажется странно как я буду побеждать судьбу если я совсем согласен. Вот это противоречие никто не может принять. То есть это и есть тайна понимаете? То есть как я буду побеждать что мне побеждать если я уже совсем согласен. так вот знайте что это только первый этап победы над судьбой со всем согласен. Даже это еще не первый этап это просто начало победы над судьбой первый этап будет после. Теперь человек даже если он сильно захочет напряжется вот сильно напряжется даже не будет дышать вот так он все равно не сможет принять судьбу он не сможет все равно себе сказать что я нет не я это он виноват почему потому что для этого нужны огромные душевные силы огромные душевные силы преданые еще раз повторяю легче всего просто пойти и служить кришне ни о чем не думать просто забыть о себе и просто кришна я хочу жить для тебя мне надоела эта судьба я для тебя служу я люблю преданых всех запусть Харе Кришна Харе Кришна все это самый супер вообще вот так делайте самый супер но если вы не можете вот бывает судьба так прижимать что не может тогда я вам предлагаю другой способ включайте голос Шилу Прапады или включайте киртан там какой-то индры допустим очень мощнейшее оружие для побед над судьбой включайте то что вас вдохновляет и начинайте повторять Харе Кришна вместе с ними как как они думая о них а не о своей джапе потому что как только вы на своей джапе сосредоточились в этот момент судьба вас и вы начинаете думать гад такой ненавижу вот вместо святого имени почему потому что у вас там уже нет места для себя понимаете то есть для когда сильно больно в сердце нет не остается совсем места для своей памяти а с святом имени понимаете там ничего уже нет все то есть вы подавлены повержены судьбой такое бывает я преданных видел такими воспаленными глазами я не говорю о преданных в обычном состоянии говорю о том когда вот такое бывает понимаете бывает очень часто и наверное я супер как грешил в прошлой жизни супер потому что все у кого так бывает они находят меня сразу нет чтобы мне подошел предный какой-то и сказал Аударитхама Харе Кришна ну чтоб я вдохновился нет они находят Аударитхама сейчас мы с тобой будем мучиться вместе нормально Кришна какое служение дал такое дал нормально и так слушайте внимательно дальше если преданный со всей своей силы начинает слушать голос Шилы Прупады и повторять как он и настраиваясь служить таким образом чистому предному он все-таки начинает его слушать и повторять как он в этот момент вы реально увидите что вот эта сила которая вас мучает она не такая могущественная становится потому что только чистый предный своим голосом может так привлечь внимание чтобы судьба стала слабее только он понимаете у него такая сила внутри у чистого предного такая сила мы много раз это пробовали предный мы собирались общины дамы конечно там и понесла знаете вообще сердца очищаются у предных потому что есть два способа повторять святое имя один способ называется баджан и этот способ означает лила означает чистота нектар я должен пытаться понять какое настроение у кришны и в этом настроении ему служить ну то есть я про себе забываю про свои чувства в это время но если ты не можешь о себе забывать и тебя баджан означает я всем показываю какой я воздушный предный то лучше этим не заниматься это просто пустая трата времени баджан возможен только удовлетворенного человека ему ничего не надо в этом мире он просто кришне служит спокойно не рисуется и не перед кем ничего не надо это баджан но если человек не может этого делать тогда есть еще другое воспевание видите есть любовь две вещи в этом мире есть влияющие на судьбу любовь и сила есть баджан и киртан киртан назначает силы поэтому аиндра прабу когда он воспевал киртан он всех заставлял петь очень сильно прям в зеркало вот так я реально я видел это как это происходит то есть он как бы культивировал силу у него глаза вращались как баларамы после медового этого воронья и он такой киртан такой понеслась надо было видеть просто то есть это и есть настроение киртана киртана там могущественное совместие такие такие и все кто заходит тоже их подбрасывают они начинают танцевать такое творилось там вообще это надо убить и тут все алтарное трястись начинает вот этой силы шахты такой вот это киртан понимаете киртан означает что у депана такая сильная то есть передается вот это настроение силы святого имени понимаете и такой же такая же сила огромная сила находится в голосе жилы пропады просто мы об этом не знаем мы привыкли к этому голосу мы не понимаем что для того чтобы побеждать судьбу надо повторять слушая его сначала а не себя как он включится в его воспевание и тогда ты постепенно обретаешь эту способность эту силу слушайте слушайте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эту память отойти в сторону Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогана Дмитри И у меня рука чуть ослабела, но я все равно как бы сказал мне это не пойдет Я ни на какие уговоры не поддаюсь я как бы продолжал держать за хвост и тогда кошка она отвернулась опять потом повернулась ко мне и вот так вот сделано ну как будто она меня хочет укусить я сразу то есть понимаете я сделал вывод что для того чтобы победить судьбу нужно до прикладывать достаточно усилий просто мяу типа отпустите меня хороший этого недостаточно понимаете судьбой сражаться нужно большой силой и у нас самая большая сила это что или кто это голос шилы пропады мои хорошие какое святое имя вы его знаете святое имя если знаете тогда я ухожу если вы знаете значит тогда все тогда вы просто его помните нам а если в сердце ших открылась вы его в это кришна то бил он произносит сам вместе с нами если вы это услышали тогда все якобы нужно всех этих фантазий которые сейчас вам рассказывать все нам о вас будет вести то есть и тот-то с кришной по жизни шагал один когда и нигде не пропадет понятно дело проблема заключается в том что в сердце не на массе это боль я не говорю сейчас про всех вас я говорю просто про воображаемого человека преданного которого в сердце боль конечно в вас у всех сердце кришна просто сто процентов вот но у меня иногда бывает вот так что боль они крышным сердце я просто начинаю вот делать это и знаете предный помогает конкретно просто конкретно помогает очень быстро помогает я просто слушаешь его попаду повторяю вместе с ним и первое что происходит боль не кажется такой тяжелый и тогда я вспоминаю эту шлоку что вот как лужица из телячьего капец копыца становится материальное страдание на смотрю это вроде серьезная вещь а уже так не так тяжело это первое что происходит но я все равно еще думаю что они виноваты потому что невозможно просто так искусственно отказаться от этой мысли вот даже сейчас если вы что-то сделать не больно я думаю испортил мне лекцию виноват это естественно понимаете первую человеку когда больно он сразу начинает кого-то винить это естественно но когда человек опору находит жизни опору первое что происходит он уже не чувствует эту боль и чувствует что все в принципе нормально понимаете потом дальше следующий этап что происходит представляете происходит удивительная вещь преданный начинает чувствовать что на самом деле ничего плохого вообще нет потому что это моя судьба действует сейчас и это нормально она меня мучает не просто так а потому что в этом есть причина это вторая стадия в этом третья стадия в чем заключается я начинаю чувствовать что вот судьба находится в сердце это то что вот эти люди делают это моя судьба она находится в сердце вот здесь и это просто мой объем работы это просто то что мне надо святым именем у себя убрать потому что я не могу концентрироваться на святым имени я констрирую на этой штуке значит ее надо идти спокойно кушать просто вот то есть надо победить ее просто вырвать из сердца эту занозу и все с помощью просто вот это силы чисто предного или силы своего служения в храме в конечно было раме и силе силы своего воспевания вместе с предными понимать я просто вам привожу как вариант но вариантов может быть много или силы обхождения парикрамы если вас это вдохновляет вы начинаете помнить о кришне вот в это время или силы распространения книг шилу-прупады если это возобновляет вы в это время помните кришне понимаете процесс один и тот же все это время если вы действия совершаете направлено на кришну то в этот момент что происходит включается разум который побеждает судьбу все и потом когда судьба сосредоточила здесь сердце дальше человек чувствует что в принципе уже все нормально и в это время ни в коем случае не надо останавливаться продолжайте слушаю пропаду или делать свое служение или делать свою брату там аскезу какую-то и продолжайте пытаться думать о кришне в это время не не давая своей судьбе думать о себе заставьте себя думать о кришне любой ценой самое вот мне самое просто это делать просто так что я слушаю шилу-прупада повторяю как он вместе с ним и все я чувствую силу и вот это вот то что там внутри она к сомнения таким важным как голос шилу-прупада у всех может по-разному быть может у вас парикрама вот вокруг придавана вас так сильно вдохновит или киртон воспевание вместе с вредными вас так сильно вдохновит я не знаю что вас сильно вдохновит но опыт такой что дальше начинаются три стадии побед над судьбой я сейчас вам рассказал просто возвращение судьбы в сердце а дальше будут три стадии побед над судьбой первая стадия когда пройдет это называется легкость сердце муж уже ушел как бы за группа вот то есть муж ушел как бы я с двумя детьми жрать ничего джо пропад представляете это реально то есть легко сердце возникает я еще не знаю что будет как мне кришна спасет меня сейчас от этой беды который на меня навалилась я еще не знаю но я знаю что у меня уже легкое сердце и мне ощущение что все будет хорошо это не то что тебе говорят все будет хорошо вот а на предное реально в сердце становится легко это первая стадия победа над судьбой ну что есть еще вторая стадия и это уже начинаются чудеса потому что на второй стадии человек получает две вещи то что мы все тем занимаемся просто продолжаем вместе с подшилы пропады повторять как он забываем про свою судьбу и просто погружаемся в это воспевание но понимаем что вот это в это время понимаем что вот это надо брать оттуда мешает и лично мы акцентируем все равно внимание но при этом не думаем об этом а а думаем о поспевании и погружаемся в служение которое мы совершаем может быть это другое может быть что-то не просто в этом опыт я поэтому делюсь у кто-то может на киртоне там с преданными петь и так побеждать еще вообще легче просто как предный поешь вместе с ними забываешь про себя служишь им как бы любишь их и все то же самое на второй стадии происходит интересная вещь человек вот допустим приведу пример матаджи бросает муж она даже разговаривать с ним не может как она чувствует боли от него гад такой там связался с моей подружкой представляете такое бывает матаджи как бы родила ребенка подружка и приходить начала приходить помогать начала готовить когда женщина готовит мужа же тоже есть через это очень сильно влияние оказывается и в результате что происходит это матаджи уводит у нее мужа реальный случай знаком вот и матаджи она я не могу даже помнить я даже не могу думать об этом человеке но если человек начинает воспевать святое имя что происходит ты не только думать можешь а уже общаться разговаривать и не просто разговаривать а по-доброму как друзья понимаете и в это время тебе приходит сердце еще знание что дальше делать и как быть это может касаться болезни то есть я болезнь уже не боюсь я по доброму к ней отношусь и у меня есть знание как лечиться до 2 стадии или это может касаться допустим я не могу устроиться на не могу выйти замуж я уже по-доброму к этому отношусь и у меня есть влияние уже я уже чувствую что все будет хорошо уже есть влияние то есть матаджи начинает влиять на тех на объект своего замужества и то что она хочет это просто так 10 судьба уже все на него посматривают замуж пока не берут потому что это вторая стадия есть чуть 3 тоже я с ним общаюсь разговариваем и подружим но он не возвращается назад то есть 2 стадии характеризуется не только тем что в сердце спокойно уже начинается влияние на судьбу я могу воздействовать на этот объект раньше не мог или мой ребенок у меня не слушается он начинает слушать или муж который пьет он начинает слушать а с работы нет тот человек чувствует как подходить к работодателю как с ним говорить у него есть сила влияние на него он он как бы влияет на работу пока не дают муж который пьет слушает согласен что надо бросать но не может понимаете то есть есть влияние уже на второй стадии не просто те ты знаешь что все будет хорошо а уже влияние пошло лед тронулся не буду продать не прорывает на лекции для неприятных вот итак есть еще 3 а вот третья стать на 3 стадии человек начинает верить бог на 3 стадии объект который вот смотрите есть я есть три круга судьбы первый круг внутри меня второй между нами и третий внутри него человек который мучает меня я ничего не могу с ним сделать он начинает меняться изнутри и начинает делать так как надо и это чудо и когда мы это чудо видим то начинает реально человек верить богу потому что первая вера в бога это вера в его могущество предный если вы чувствуете что вы способны побеждать судьбу так это же супер человек становится очень бесстрашным внутри его ничего как бы не волнует он знает просто вопрос количество силы сколько надо восемь часов повторять хорошо у меня такое было когда судьба сильного лиза ну сколько 8 сколько объем работы сначала боль просто я повторял дома надо плещься потом раз все сосредоточилась сердце все сколько восемь часов хорошо значит восемь часов и повторял восемь часов каждый день святое имя и она все будет хорошо там следующий остались жить влияние потом раз все поменялось много-много раз так было уже не то что и не только со мной а еще и с другими людьми мы можем просто молиться за кого-то и у него это все происходит но я сейчас не говорю вам об чистом преданном служении бредным мы говорим о чем сейчас да а боли допустим братишка там мучается не знаю что с этим делать если ты любишь кришну постоянно в ринда вы думаешь только кришне бразишки сразу станет лучше это самый простой метод преданы самый простой метод просто думать о кришне 24 часа в сутки я в самом начале сказал до наставления рупага с вами все наставления слою сводится к этому к следующему но если ты не можешь вспоминаешь тогда они не будут лицемером из баджана переходи в киртон помощь просил преданных у чисто преданную помощь как он повторяясь преданной пой как о как они включаются в служение с ними отвлекись от себя так я вам рассказал вот эти все стать теперь что помогает первое что помогает неподвижное положение тела а лучше чтобы тело еще в особых положениях находилась первое положение называется стоя прямо неподвижно в это время человек вырабатывает терпение второе положение стоя на коленях принятие третье положение на ягодицах пробивание судьбы иногда пробивать ничего потому что даже не можешь вытерпеть значит стоит стой принимая сначала потом вы терпи судьбу потом прими ее потом уничтожает дальше не могу старик точится полу лотос или поза лотоса прямая спина эмоции зашкаливают не могу с собой справиться эмоции много хочу хорошо поза бабочки стопы вместе колени врусь все успокаиваются эмоции если вы будете ходить и делать это побежать на судьбу это бесполезно практически практически бесполезно только в неподвижное положение тела для победы над судьбой устали в одном положении меняете нет проблем следующее правило повторять нужно громко есть два типа громкости смотри к первым тип громкость прекрасно прежде вот я сейчас лицемерию вот смотри я опираюсь насколько я слушаю его настолько громко и крыша корей крыша 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 корей полига рам 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 ри 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 криша гриша крыша крыша 3-3 оли рам 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 ри ри допустим предные говорят человек мешаешь за повторять тогда есть второй вид громкости ведь я силу направил внутрь себя или наружу сил направляем это легче или внутрь себя это тяжелее но бывает такое что нет выхода теперь давайте вы повторяйте сейчас месяц его пропады и я буду сейчас вместе повторяйте а вы все слушайте внимательно как это вместе происходит не только мы вдвоем вам легче так вдвоем чувствуете такая пошла волна теперь у вас есть вот чтобы шилпур паду через колонки включить вас есть такая возможность техническая у нас все сейчас вообще-то конечно это диски как конечно такие есть правила громкое повторение означает с кем-то ну то есть надо настраиваться на всех что память включалась в этот процесс вот именно так предные всемогущие громче надо групп а я понял это все до громкость максимально тоже хорошо пред на теперь не слишком громко слушая не себя не себя но слушая меня также потому что я буду дирижером вместе с шилопур падай пробуем предный вы не вы не вы не его слушайте а себя вы думаете о своем повторении еще раз повторяю слушайте его или меня забудьте про себя понимаете мы усиливаемся означает сильнее слушаем усилий хотите сильнее повторять сильнее слушайте если вы не будете сильнее слушать ваше сильное повторение станет лицемерием вот смотри допустим я сильнее хочу рейтись на крыша 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 корей 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 рам-хариром рам 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 я слушаю его нет смотрите почувствовали разницу сила пошла сразу повторение когда слушаю сильнее 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 еще раз вот так слушайте сильнее не надо из себя ничего корчить смотрите как я сильно не надо себя ничего корчить слушать и повторять насколько есть вдохновение столько повторять а теперь каждый в своем ритме я буду также повторять а вы в своем повторять как вы повторять обычно вы опять выключились вы начали в своем ритме повторять и жужжать своим умом пожалуйста слушайте шил про вы помните как у нас до этого было хорошо стало сильно а сейчас слабо стало потому что вы начали не перестали слушать вы настроение его все равно берите повторяйте свои скорости настроение его попробуйте так а 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 и а а а а а кто почувствовал спокойствие в сердце все пошла работа все первое стать спокойствие в сердце потом чистота в сердце а если вы вспомните плохое событие спокойствие пропадет сердце и начнется заново работы потом вы придете к спокойствию и это значит плохое событие стало слабее поверьте мне преданным если вы вспомнили его и в результате думая о кришне ашири пропаде повторяя святое имя событие стало слабее вспоминаться значит уже сильнее вы его вы его стали вплоть до того что если у вас суд вы можете победить суд кажется вот как суд вообще мы так побеждали суд над бхагавадгитой мне ну наш адвокат сказал что 90 процентов что мы проиграем четыре месяца до суда было и мы начали с 4 месяца с предным собираться и понеслась да 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 и все и за 2 недели до суда я почувствовал все мы победили я у меня даже пропало желание повторять так за две недели представляете меня я повторяю кришна месяца расслабься уже все потому что это просто судьба так действует потом бабам события пошли вот эти в индии вся индия поднялась там понимаете здесь только один начальник в этом мире понимаете поэтому поэтому не надо бояться никого другого мы боимся это просто объем работы понимаете просто воспеваетесь сильно смело и все наши а чари знали этими методы все расиконанда когда мусульмане напали на группу киртона хотели всех поход сайт поубивать он просто изменил мелодию он начал по-другому петь очень сильно и у этих у всех ну солдат которые это все в секунду произошло понимать и у этих солдат которые хотели поубивать преданное ниже мчались на конях у них кровь изо рта пошла у всех до реальный факт они сразу тормознулись сразу поклоны все до свидания нам давать про нам жить же хочется их корчить начало всех от боли реальный факт а он просто продолжал уже нормально пить дальше они пошли назад предны знают как побеждать судьбу хоть они об этом не знал как бы им для это не важно они этим не занимаются но не знают как это делать что это не сложно когда ты имеешь ручей у тебя также и шахте святого имени сила тебе знакомо это все потому что сначала сила идет святого имени а потом ручей за счет не знают силы святого имени вряд ли он сможет иметь вкус нему хотя все возможно предный должен уметь воспевать полным сердцем очень громко понимаете полной силы он должен чувствовать силу святого имени сначала поэтому кто духовный учитель бала рам бала рам сначала сила идет потом шматер от храни уже ручей тоже как глади гуру они разную категорию имеет бала рам дает как бы победу силу кто тут на нас расплугом кости напор весь она предный я вам как бы чуть-чуть рассказал об этом во всем теперь ваши вопросы да ваш моток организм затоксировался можете сказать особенно специально какие я знаю что это лимон какие-то специи чтобы кишечник и желудок они очищались и чтобы она не попадалась бедное поймите что токсина означает нехватка огня пищеварения давайте будем как бы с вами откровенными я понимаю что у каждого это кстати все что вы сказали абсолютно индивидуально потому что вот у вас точно лимон подходит вам лимон подходит это факт но вам не только лимон подходит допустим вам подходит еще мед вот для того чтобы убирать токсины подходит какой-то степени черный асфетида хорошо вам подходит вот но это все индивидуально вредные токсины сжигаются очень просто вот если вы встали неподвижно начали повторять святое имя или просто побежали и пошли быстро то в это время возбуждается сильно огни в организме этом огне все сжигает токсина это просто не переваренная ама она бывает психическое и физическое и она вся сгорает от аскезы совмещенной с воспеванием святого имени все сгорает ничего не остается поверьте мне и сегодня пробежал 14 километров вокруг брендавана 10 еще там побегал еще это навгашали и в это время слушал лекцию радханадхи с вами все полностью вот экстаз полный вообще все сгорело все как в физическом плане просто и на психическом полное счастье все просто аскезы и все преданные здесь зона аскезы то место аскезы брендаван здесь нельзя жить без аскезы тело текать сразу попробуйте не ходить просто повторять святое имя не сидеть расслабьтесь просто и повторять святое имя просто повторяйте часов пять шесть у вас все затечет внутри не у вас ничего не перевариваться не будет здесь как камень внутри это означает что не хватает огни здесь огни возбуждается только силой аскезы преданные если чувствует ничего не переварится до обеда пост на воде супер очищать вода самый лучший детоксикатор просто пьете и поститесь до обеда и все и при этом можно пойти прокурат недавно обойти постоять неподвижно джапа повторять все сразу все пошло за работают поверьте мне так будет причем там есть определенные свои грани вот допустим если ты 20 минут стоишь ничего не заработает надо стоять 45 минут 50 вот когда 50 минут постоял начиная с 40 минут начинается активизируется огонь пищеварения а если ты час постарел у тебя все там сгорит но некоторые люди не могут неподвижно часто эти у них перегружается тело это значит это аскеза вам не поможет значит идите дольше идите допустим пиши ну просто идти это самый простая аскеза то же самое 40 минут ходьбы начинает включаться пищеварение через час заработала и причем знайте что надо идти не останавливаясь идти 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 не сбавляя темпа спокойно не в раджесе не суетиться спокойно идти не аннулируется не аннулируется слабее становится вот я сейчас пробежал и мне лететь дар до завтра до москвы потом до краснодара я знаю что я прилечу более-менее нормально у меня уже проверенная я сейчас похвали не буду хвалить хотел похвалить сколько я пролетаю в горе спасибо вредность что вы мне помогали надо приземлиться до вариндаване за находимся кришна он здесь быстро поможет приземлиться ничего не получится вы не можете себя отключить потому что память внутри вас она живая она тоже вибрирует и создает шабду вы просто не знает что это шабда ваша память внутри себя она заставит вас слушать себя поэтому вам надо повторять вместе с ним только если вы активно слушаете его а не пассивно тогда включается разум а если вы просто слушаете ничего не получится но если у вас от любви просто глаза плавится когда вы слушаете его тогда не надо повторять да я слышал что нужно десять тысяч лет почему йоги раньше они долго занимались чтобы сжечь какую-то самскару нужно десять тысяч лет не страшно стало просто не жили святой имя настолько могущественно да все сжигает очень сильно вот они сидят там бедные но про там еще знать есть одна проблема серьезная если ты просто в неподвижном положении тела сидишь совершаешь аскезу и при этом никакого служения не делаешь то тогда это аскеза переходит в гордость и поэтому некоторые из них я когда гималак скажу не буду таки ну сейчас я тебе устрою вот такой взгляд понимать то есть четно сидел уже столько что ему девать некуда готов всех проклясть вокруг как бы только помоги чем сделай не так понимаете поэтому лучше всего аскезу вместе слушать святое имя или воспевать святое имя и слушать лекции не совершайте аскезу без кришны это страшная вещь сразу возникает гордость и разрушает жизнь потом человек мата живут примите мои поклон пожалуйста скажите пожалуйста вот мы утром обходим и в это время читаем джапу супер супер все отлично отлично утром под обходим брендаван и читаем джапу только мата джи если в это время вы себя продиагностируйте если в это время думаете о себе и не можете отвлечься не о вреда вы не думайте не о джапе о себе несчастной тогда повторяйте вместе шилы пропаду слушайте его голос пожалуйста я вас прошу иначе у вас будет очень слабый результат вас спина болит не можете вообще ну тогда опирайтесь пока но это уже хуже вот из нас рассватит курт говорил что если вы во время повторения сгибаетесь пину это значит вы у вас похоть как бы это это похоть тело тело расслаблено это означает похоть расслабленное тело означает пух тело должно быть крепким учитесь прямо сидеть у вас просто очень слабый позвоночник и там живет болезнь если будете неподвижно сидеть и повторять болезнь побеждается с помощью аскезы точно там есть болезнь живет тем же ее и надо побеждать то есть позвоночник страдает сидим не подарить выпал управляем спину и заставляем себя это делать это есть объем работы первая стать вы сейчас боитесь это делать это означает что вы не приблизились победе над судьбой повторять святое имя первое что произойдет вы почувствуете что надо и вы начнете заставлять себя а потом почувствовать это моя судьба больной позвоночнике надо это побеждать у вас появится понимание что это объем работы и вы спокойно будете сидеть хотя вам будет трудно это делать а потом станет легче это делать и это значит болезнь побеждается уже я вам сейчас просто по отношению подзвоночнику рассказал все стать сейчас вы его боитесь и это значит что вы не можете вылечить эту болезнь а теперь начните не бояться повторять святое имя и пробовать это делать и вы увидите победу ничего не бойтесь вот сзади мужчин да можно спасибо за все что вы делаете просто я сам предел стоять и вопрос такой течение поблагодарю вас для начала просто расскажу маленькую историю 20 год назад я случайно как случайно увидел вашу книгу закону счастливой жизни и спустя войне на дни на цисне на это я давно оказался здесь спасибо просто вам большое вопрос такой смотрите с френдаван просто из кришна самый главный вопрос просто такой не знаю себя по теме не по теме будет а то что стал недавно только преданным и смотрите как получается то есть начал изучать начала рвился предназначение в одном ты заниматься чем в жизни как можно так здорово что ли вы стали преданным я тоже хочу когда-нибудь стать не все нормально цена вы стали преданным просто вопрос такой когда еще до успевательства имени еще этого всего не знал именно виделся работу в одной эстезе хотел заниматься этим после успевания уже после изучения священных писаний именно уже и это падает и понимаю то что здесь я хотел этим заниматься были то чтобы деньги чтобы была слава и тогда а сейчас уже именно не понимаю чем заниматься тем же самым но с другими мотивами человек должен трудиться только для того чтобы содержать себя свою семью свое тело в этом смысл есть понимаете если человек не хочет этого делать он становится лицемером вот понимаете можно вообще не содержать себя если ты постоянно проповедуешь постоянно служишь вайшнавом они тебе дадут возможность жить они будут тебя содержать это высокий стандарт жизни иногда предные не понимают что это высокий стандарт и начинает клянчить у преданных деньги ходить типа и там по разным предлогами там дайте то дайте сё пожертвуйте на то на сё а сами просто как бы балдею такие ну типа трансценденталисты знаете делать ничего не хотят хари кришна хари кришна ну давайте кормите меня как бы это неправильно есть приятные которые не работают почему потому что они себя отдают всего кришне и преданным все и кришна заботиться о них через преданных этот стандарт жизни во вреда вани так вреда вани преданных должен жить но вы должны трудиться по своим способностям вот чем вы занимались ну да это как получается я начинал работать сколько учителем стали педагога именно был полгода проработал потом я так и развернул то что у меня начались отговорки что мало платье то что и не то место где хотел работать после поработал на зарплате просто большие деньги но это не совсем не нравилось вот смотрите у человека есть четыре стадии развития плане его деятельность первая стадия хобби например человек рисует картину который ему очень нравится рисовать очень нравится как он рисует но никому эти картин не нравится и он не может их продать потому что это хобби это нет не предназначение человек это его чувственное наслаждение деятельность 2 стать называется действовать по своим способностям это куда вы вернулись понимаете ваша природа преподаватель вы ушли на способности способность это когда платит много они нравятся но надо потому что деваться некуда потому что по своей природе действовать ты еще не можешь потому что ты не разве деятельность по природе это деятельность разума а способности это деятельность ума а хобби это деятельность чувств человек спускается на деятельность ума потому что у выхода нет потому что разум еще слабый за это платить никто не будет поэтому пока работайте на заводе вот так и стремитесь быть преподавателем таким чтобы вам за это платили достаточно чтоб вы жили и это будет последний вопрос не по теме хорошо приятный потому что у нас тема это победа над судьбой с помощью молитвы все если вы отвлекаетесь от этой темы все становятся разочарованы всем неприятно что сейчас мы говорим о чем-то другом и мне тоже ваш вопрос да 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 нет все нормально просто сама вот сама победа на над судьбой это как буря которая ну как бы вытаскивает самскары вот эти вот карма васаны вот эти узелки кармы они всплывают наружу когда человек просто начинает думать час на кореном его уже колбасе на такой щас на хари нам и в это время она тебе хари нам а и там начинается что-то там то есть все 5 10 потому что карина мы сама будет побеждать судьбу а то что побеждается объем работы выходит сначала наружу то есть первое что происходит у преданного я сначала выходит потом уже будет нектар потому что там много накопилось всего внутри а если человек этого не делать он становится неудачником вот у преданного выходит яд это же удача правда я сейчас его переработал он не копится у людей как обычно они живут там наслаждаются жизнью он купится купится в дом хрязь и смыла человек все определенным постоянно мучается понемножку перед хреном и вышла карма там помучился так всяк то есть и выходит это все и сначала яд потом нектар пойдет будете счастливым блаженным и то есть яд это означает огонь сначала идет огонь то есть яд материально существует потом вода вода это что такое хорошо стало деньги пошли преданной такой становится такой удовлетворила жизнь хорошая пошла ничего не надо вода и потом медные трубы уже туда 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 почет свои испытания всегда в жизни на каждом у вас сейчас ведь огонь выходит на хреном и пошел все мучают вот есть аскезы благослови и в итоге они покидают группу и покидают это служение как в этой связи и оставаться вот есть аскезы благости это когда человек спокойно слушая святое имя не сильно напрягаясь идет потихоньку не меняет темп там ритм и так далее это приносит здоровье есть аскезы в страсти но они тоже для кришны могут быть допустим каринама человек может там не 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 спокойно там допустим деятельностью какую делать там до бежать сюда бежать там кто-то в лицо плюнул там еще что-то всякое может быть в это время человек расходуется он не накапливается это служение я тоже лекцию читаю расходуюсь а потом нужно копить а это неподвижное положение тела джапа потом дальше движение спокойно и пост подумки мне надо теперь лежа вот я устал это супер идея чуть-чуть отдохнуть устали отдохните но если вы чувствуете что у вас все равно все болит хоть вы уже отдохнули это значит что вставай иди совершать аскезы потому что отдых это просто подготовка к аскезе сам отдых не восстанавливает человек становится только аскезы вместе со святым именем потому что если просто одна аскеза она приводит гордости это очень долго это все восстановление происходит если со святым именем все очень быстро или с лекцией чистого предного всегда знайте что в конечном счете человек побеждает судьбу именно ручей не аскеза не сила святого имени а его любовь конечном счете чтобы до любви добраться мы должны свершить аскезу как бы стать сильными разум что включился если аскеза сопровождается вместе с тем что ты нектарную лекцию слушаешь или нектарный голос его пропадает и как бы в экстазе повторяешь тогда вот этот ручей уже глубоко начинает этот вкус побеждать судьбу если ты думаешь опять сейчас буду повторять я уже на повторялся и весь замучился это другое совсем когда ты повторяешь святое имя и ну как бы вот в этом состоянии на природе любят природу людей там и так далее то ты наполняешься заряжаешься в это время и лучше всего не отвлекаться на что другое допустим пред на говорит давай с вами вместе пробегу завтра вернет я один со смести означает что я ему служить будут помогать ему очищать это в это время человек сам должен он восстанавливается но это не значит что он без места ты просто надо в процессе вот допустим киртан идет надо соблюдать правила сидишь прямо неподвижно или кришна и ты вместе со всеми идет процесса ты наполняешься заряжают батарейки потом эти батарейки надо отдавать людям уже взял книги пошел распространять вам до равные нормально равные старшие сплата не нормально равные нормально но только предные у меня к вам просьба такая когда вокруг придавана бегаете это все равно оскорбление хоть как ни крути вы когда бегаете во придавана постарайтесь низенький низенький как бы трошки пробежит ну то есть надо бежать очень смиренно всем как бы там давать про нам там и так далее что предные согласились что вы можете вокруг придавана бегать а лучше просто он взяли вот там весь же у вас у преданных спорткомплекс свой здесь до знаете на гашали есть этот стадион это спорткомплекс местный башнамский и можете там бегать по кругу ну по крайней мере ребята на тот же лучше вообще если вы хотите бегать вокруг влюндавана матаджи можно везде бегать вообще не проблем но только кукру будь кучками 34 матаджи собрались и побежали потихоньку никто все будут в экстазе просто никто ничего плохого не скажет есть есть разные воспевания если человек воспевает спокойно мелодично глубоко это но он заряжает батарейки а есть еще победа над судьбой когда победа над судьбой то надо сильно петь вот я специально сегодня спел вам киртан победа над судьбой крышу но то есть и как бы это это киртан победа над судьбой понимать есть еще другие киртаны которые расслабляют успокаивают как битуманик пойдет успокаивает расслабляет тоже киртан тоже хорошо батарейки заряжаются в это время но есть еще другой вариант когда как бы активизируется психика и победа над судьбой сильно такой кирт вот так как вы сидите да прямо спина а ты а вы прав про саму вот воспевание хотите спрашивать меня вообще да потому что вы все вопросы которые вы мне задаете это вопросы беспокойного ума а я хотел бы от вас слышать вопросы разума который хочет поучиться побеждать свою вашу просто что вы сейчас просто выполняете возможность свою удовлетворяете со мной как-то посоветоваться я понимаю что это кровь это хорошая идея тоже но сейчас предны хотят разобраться в вопросе как побеждать судьбу и время для этого сначала мы должны уделить вот хороший вопрос вот смотрите это значит что у меня в связи с рождением ребенка стало время совсем по-другому и идти потому что большую часть времени я посвящаю ему и жалко мне такое качественное стало иногда на счетчике читаю я все вычитываю но я чувствую что я не я был вот хороший вопрос вот смотрите это значит что сам само воспевание сейчас не может быть для вас методом победы над судьбой для вас методом победы над судьбой является служение вы включаете киртон и радостно служить ребенку мужу чтоб все как вы видели ваши квадратные глаза и вы вот радостно тем сложите сколько можете а потом как обычно вот в то время когда вы будете вот радостно всем служить в это время будет убеждаться судьба то есть он побеждает судьбу да с одной стороны мне кажется что я меньше времени удивляю духовной практике а с другой стороны на тот же вопрос в чем вас вопрос в том как мне совмещать роль матери и в то же самое время не забывать о духовной практике а я вам сказал ответил на эту вопрос нет я вам сказал о аскезе сейчас а не о вашем служении я вам сказал об усилии которые побеждают судьбу вы должны включить шилу пропаду киртон и начать эту аскезу в служении то есть вы должны всем служить со всей силы понимаете вы должны вкладываться в это понимая что это не для мужа и для ребенка делаете а для удовлетворения шилы пропады потому что все в жизни преданного важно если вы им всем слушайте для удовлетворения шилу пропады это очень приближается к чистым преданном служении а если вы лицемерить и в это время когда им надо служить и пытаетесь не служить а отвлекаться на что-то свое там в суете баба бубники харе кришна то тогда может быть это не то я просто вам говорю что есть разные способ убеждать судьбу не только воспевание святого имени иногда у преданного становится очень много служения и он начинает с радостью это делать понимаете в правильном настроении забыв про себя забыв про родственников думаешь ли пропаде думая о том что я ему служу сейчас выполнять просто свои обязанности мата джи понимаете но при этом забыть про свои обязанности про себя и про ребенка просто это делать для удовлетворения шилу пропады и тогда в это время ваше сердце возрадуется вы станете счастливой на полной и сильной вы почувствуете спокойствие сначала потом почувствуете влияние на ситуацию все вас лучше слушаться будут а потом они все изменится и вообще на себя привлекать внимание будут давайте посмотрите видите у вас насколько вы далеки от воспевания святого имени мои хорошие у вас нет никаких вопросов по воспеванию вообще это значит что эта тема вас вообще не интересует мне говорите а ударит хама давайте мне подскажите а это вторая стадия воспевания первая стать спокойствие в сердце второе здание знание и уже вопрос отпадает к ударит хами это просто работа вашего сердца понимаете а как работать сердце вы меня не спрашиваете вы меня спрашиваете о том чтоб я сейчас поработал сердцем а теперь правильный ответ вот это вот неправильное мышление потому что я уйду а беспокойство у вас сердце будут нарастать вам нужно сейчас метод понять вы меня никто по методу не спросил еще ни разу кроме матаджа пару вопросов только по методу все остальные просто автомат а ударит хама а теперь правильный ответ ваш вопрос у вас все вам все понятно по методу или ничего не понятно ну так спрашивать спасибо говорили про то как разбудить разум отлично меня вот это зацепило насколько я сам пытаюсь потом как-то развиваться и так вы говорили что вот это медитация во время служения она требует больших психических резервов а какова природа спасибо классный вопрос не надо думать о восполнении вы когда это делаете уже восполняетесь есть разные способы включить разум первый способ это просто слушать его звук это самый простой но самый сложный потому что это брахманический способ если вы чувствуете что вы не понимаете что значит слушать его звук и погружаться в него тогда вспоминайте дела шилу пропады его действия вспоминайте шлоки которые как бы вас вдохновляют им сказанные комментарии вспоминайте как вы книги распространяли и в это время будет включаться ваш разум а когда он будет включаться вот в тот момент когда разум включится до свидания восполнение батареек потому что когда разум включается он и начинает эти батарейки восполнять вот в этом организме ничто другое кроме разума не может восполнять батарейки как только вы включились а что-то значит включение разума это значит опора хори кришна хори кришна хори кришна хори кришна вы чувствуете шилу пропады вы повторяете вы в экстазе это в это время заряжаются батарейки барри тарейки заряжаются когда предный чувствует классно все супер хори кришна хори кришна предный поют когда вот так и у них заряжаются батарейки в это время понимаете но для того чтобы это произошло у человек должен правильно занять свою память если он сидит просто и думать мне соседи мешают вот это неправильное занимание памяти надо всех принять три надо пис уничина без смирения возможно сосредоточиться сначала всех принять преданных вокруг я во брендава не нахожусь тоже очень важно кстати вы знаете мы забываем каждую секунду я во брендава не нахожусь второе во время воспевания и так далее то есть правильно а потом что тебе этот каждый преданный должен знать что его включает вот меня просто голос шил пропад начинает повторить не отключает уже допустим вас не включает хорошо вы повторять с преданными киртон что вас включает если вам нравится как предный поют допустим вы смотрите на какого-то предного такой он и вам вам как бы у депана от этого идет ну и смотрите на него весь киртон чем кром мешает пускай от него идет экстаз или допустим вам нравится как что-то на каратала там жужжу пошел и так и так и он в экстазе и вы смотрите тогда на него или вам нравится как там индусы танцуют там хорошо нет проблем главное просто включите свою память в то русло которое напоминает о кришне пожалуйста просто медитация на божественности вас это включает просто у всех разное понимаете у каждого свое что-то включать если человека включила и в это время он начинается опираться на святое имя ари кришна то в это время не в не давайте себе выйти из этого состояния до тех пор пока у вас здесь и не раскроется вот когда вот здесь раскроется вот здесь сердце в это время судьба выходит наружу и она своей память о себе прям по мозгам бьет это как раз и забылся такой вроде все хорошо и начинаешь думать о себе вот в это время когда у тебя вот здесь раскрылась и тебя в забвение какое-то пошло тебе так хорошо что ты забылся в это время отсюда вот запомните предный вот отсюда прямо и сердце надо вот это хорошо отдать кришне опять же своим способом и тогда начинается течь река любви через сначала вы слушайте вдохновляетесь и потом через сердце отдаете слушайте отдаете слушайте отдаете и это бесконечный процесс очищения сознания это река любви она будет омывать ваше сердце и все лучше и лучше лучше легче в сердце будет становиться но сначала человек должен через что-то включить себя он должен чувствовать в это вдохновение опираться на него воспеваю надо опираться на что-то что те вдохновлять ищи изучая это знай что тебя именно вдохновлять не отвлекаясь от этого не думай что это стыдно на кого-то смотреть во время воспевания предные вот я сейчас вам расскажу у меня была такая ситуация что я молился восемь часов и вот все правильно делал все классно как бы чувствую что я не справляюсь я пошел пуджаре в майпуре поднялся к нему говорю нужно я бы провести у меня не хватает сил как бы меня все расспрашивал когда он сказал все проводим яги вот такую-то я спустился вниз в алтарную панчаттва и в этот момент пошел звон такой и я заметил что этот звон он прямо меня освобождает от страданий то есть просто уходит страданий я начал источник искать смотрю на рисуем ходы понимаете все эти кавачи яги это нужны только тогда когда ты и все свои силы истратил и у тебя нет никакой возможности внутренней и ты так говоришь кришна все теперь помогать ты я уже не могу и в этот момент он будет помогать но если вы просто типа давайте мне кавачу там яги давайте ну давайте давайте за меня прочитайте то все чтоб у меня все дорогого было все классно кришне так это не нравится такое настроение преданных так ему противно от этого всего это все надо тот момент когда у вас уже нет возможности внутренней а если есть тогда вот ваша слома и лучше я где своим сердцем слушать и воспевать и побеждать судьбу своим собственным сердцем не надо надеяться на дядю васю какого-то который за вас там что-то помолится пожужжит и все у вас хорошо будет своим сердцем побеждать мата джи должны это делать коллективно вместе женщина работает групповой разум и сострадание очень сильно собрались вместе и помолились и точно также еще сильнее чем мужчин будет не надо думать что я слабее женщина сильнее вместе когда мата джи вместе собрались у них сильнее действует судьба сильнее идет победа над судьбой чем у мужчин потому что мужчины что вместе что не вместе он должен сам себя включить конечно мужчин тоже вместе лучше но женщины самый лучший способ это коллективная победа над судьбой вместе собираться молиться вместе там вокруг придавана всегда надо вместе никогда матаджа одна ничего не должна делать она стесняется и плохо тяжело все мучают все мешают вдвоем пошла все никто не мешает ничего не стесняется потому что коллективное сознание у женщин а русские поодиночке бестолковый есть конечно отреченный матаджи когда вы который уже вместе с кришной тогда не надо никто но если вы не отреченные тогда пользуйтесь инструкциями женского тела вот видите есть опыт видите вроде бы нарушение режима дня аиндра прабу ел только ночью один раз день самое ужасное нарушение режима дня но я когда узнал что есть садана для аскетов понимаете оказывается для аскетов садана она противоположная саданич для всех остальных вот а всем людям надо в обед кушать максимум аскет ест на зло судьбе ночью почему он так делает знаете потому что он не хочет никакие гармонии с этим миром никаких никакого то есть он просто восстал против этого мира он горит мне ничего не помешает я буду ночью есть и все у меня будет хорошо и так и происходит на самом деле потому что его яги побеждает и сжигает все а если бы он чуть-чуть доверял этому миру и кушал в полдень чтоб лучше все перегоривалась то есть полагался на силы полу богов тогда было бы хуже не лицемельки преданы это игра мог так делать пробу но мы не аиндры понимаете мы не можем так жить а вот это другое дело иногда преданные берут все-таки и нарушают правила они не спят но здесь есть один одно предное здесь есть один момент вот если вы в одиночку не спите и повторяет харе кришна и вас рубит лучше спите понимаете нужно большими силами собираться все вместе когда просто зашкаливает понимаете и тогда все получится но если вы к душе не спите один в одиночку это все делаете и у вас не хватает силы при этом лучше ложить спать не мучайте себя иначе вы просто здоровье угробить и там и все одному нет шансов только все вместе только большой силы и только так что вы чувствуете что самый главный принцип не отвлекайте сделайте так чтоб ночь пролетела как одно мгновение нельзя думать о еде нельзя думать об отдыхе ни о чем на этот таскезу согласились все а если вас рубанула идите спать честно себе признаетесь не надо дальше сидеть потому что если будет дальше вас будет рушиться здоровье со всей силы повторять и все 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 так всю ночь вы должны настроиться на всю ночь до конца так надо настроиться если человек так настраиваться так и будет так и будет но если вы просто лицемерить и и пробуйте это лучше не надо вот такие вещи тоже есть но я специально не упоминал и потому что это уже не для всех при этом это для тех кто уже может может так это неважно неважно молоды или нет есть вредных которые сильно верят старшему пусть у них начинающая стадия преданства неважно они так сильно верят старшему ничего и нипочем никакие горы понимаете но есть вредных которые не верят сомневаются там сам шаятма винаш эти то есть нет шансов такой душе там находиться в это время с ума сойдет просто и потом вообще он не будет хотеть несколько дней повторять и вот да не вставая с места что четыре бал Вау! Круто. Раньше так не было. На следующий день интересно самое. Вместе с Шишаном Махараджи, наверное, первый год выезжаем на ГТ-3. Всегда очень такой опыт замечательный. Рекомендую это, если может, если возможность, у кого. В общем, дело, мы сначала готовились к этой поездке несколько дней. Ну, шесть дней ретрит был по святому. Киртан ретрит с Джапа, Киртан Джапа. И потом была поездка на Тиркадам, чтобы повторять побольше кругов. 64 и более. Кто столько сможет. И, в общем, все сидели приятно очень искренне. Так как мы сейчас сидим, практически лет тестовал. Настолько вот Буриджан Прабу и Шишаном Махараджи не погрузили своими настройками. Так вы сейчас настраиваете. Так тоже примерно настраивались. И когда мы прочитали, уже стемнело. И мы пошли потом с Харинамой. Эта Харинама была просто такая сумасшедшая. Шишаном Махараджи, знаете, он только начал петь. И просто там столько машин ехало в Тиркадам. Все индусы повыскакивали с машины, давали танцевать с нами. Пылища такая там. Ну, просто истал было. Но на следующий день, интересно, я почему начал говорить, что вот у него готовка, да. Для тренинг, кто не готов, ну, чей ум был не привык к таким вот длительным повторениям такому. На следующий день было очень интересное такое откровение. И мы делились откровениями. Вот так сели. И Махараджи задал вопросы. Мы ему задавали вопросы. Такой обмен был. И он... Это было... Записок очень много было на эту тему. Где-то пять записок, я помню, мы писали. Ну, записок писалось. Мы вчера повторили 64 круга и даже больше. А сегодня ни одного. Предные, я знаю вопросы. Предные, надо просто после этого побольше отдохнуть. Вот вы аскеус совершили. Не стесняйтесь. Отдохните так, чтобы восстановиться. Не бойтесь отдыхать. Вот у нас ретрит, когда проходит по святому, мы кричим там, повторяем два часа, просто выкладываемся. А потом я всем говорю, полчаса сна после этого. Вот пришли домой и сразу рубанулись. Иначе весь день будет напряженный, тяжелый, нервный. Потому что, ну как бы, предный должен все равно отдохнуть. Понимаете? Хоть он внутри зарядился, но психика устала, как бы. Нужно просто отдохнуть. Это отдых тела уже идет. Понимаете? Я сам еще немножко по этому поводу кое-что добавил. Он сказал, что ему нужно привыкать, привыкать постепенно. Например, 30 кругов, 30 кругов, 40. Да, 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 все правильно. Привыкаем к 16, это зона комфорта уже. Да. Он привыкает уже. Да. И больше для него уже, это как бы. А когда резкий такой скачок, нужно постепенно. Каждый день 30, 40. Это правильно. И что-то естественно стало, 64 круга? Да, это правильно. Но есть еще другой момент. 64 круга бывает в разной силе повторений. Бывает очень, когда предные побеждают судьбу, они очень сильно напрягаются душой и сердцем. И после этого надо обязательно отдохнуть. Обязательно. И тогда у вас все потом опять нормально пойдет. Может быть, сегодняшняя лекция вас так вот сильно, как вы, тоже чуть-чуть отключитесь там на 15 минут расслабьтесь вверх, потом день нормально пойдет уже. Но вот это все не отменяется, эти все слова, потому что все правильно, то есть надо постепенно привыкать. Человек ко всему привыкает и нормально. Резко начать 64 круга повторений. Но предные ушли из движения, потому что они думали, что резко могут начать 64 круга повторений. Я уже сказал больше про вашу мысль. Да? А ему не включили сюда? Интересно как-то. Вы говорили о том, что сила приходит, когда мы повторяем вести шел пропады, слушаем его голос, побеждаем судьбу. Это становится здесь понятным. Большинство здесь сейчас, ну, отлучится, там, Бахтишасты, все программы вернутся в свои города большие. И там они, ну, если повезет, наверное, включатся в активную пробу. И вот там вот и бывает такое, что, ну, не до того, чтобы, знаете, посидеть вместе с Шелопопадой, повторять святое имя. Очень как бы... Как вас зовут? Дивишахти. Здравствуйте. Дивишахти Прабу. Дивишахти Прабу. Включайтесь, пробовать, все нормально. Расходуйте свои батарейки. Придет время, когда они станут на нуле, вас судьба по башке даст, и у вас обязательно будет время садиться и повторять. Потому что, если вы этого не сделаете, вас так загнет, что, мама дорогая, не покажется. Да, пока это не случилось... Я хотел бы спросить, является ли это вот участие, да, в какой-то, ну, фаринамах, там, кирпных, в чем преданные участвуют в пробу идеи, является это столь же могущественным средством изменения судьбы, это продает силы, как и вот это вот... Преданные, вот смотрите, давайте еще раз, как мы заряжаем батарейки, как мы их разряжаем. Я в энтузиазме проповедую. Это разрядка батареи. Теперь, я в энтузиазме воспеваю, служу всем. Но при этом... В чем разница? Разница заключается в том, что надо дойти до этого состояния. Вот, допустим, я читаю лекцию, и я в полном счастье, вот я такой... Весь зал ревет, тоже там счастье. В это время я заряжаю батарейки. Я не расходуюсь в это время. У меня разок лекция в Омске шла 4 часа без перерыва. Все, даже организаторы лекции, в том числе те, которые как бы залом заведуют, они все слушали лекцию. Поэтому некому было остановить. Лекция шла 4 часа. И я забылся просто, я как бы не знал, что 4 часа прошло. И никто тоже, как бы... Те, кто знали, они не хотели останавливаться. Потому что все заряжали батарейки, понимаете, в это время. Но если вы проповедуете, у вас идет харинама. И вы не в экстазе, вот это вот... В таком радостном состоянии, а просто заставляете себя улыбаться, там все делать. Ну, в это время вы тоже проповедуете. И Кришна тоже доволен. Но вы батарейки в это время разряжаете. А не всегда возможно заряжать. Потому что экстаз иногда разрушают просто люди. Вот, допустим, ты в экстазе, я тебе раз, и вывели из этого экстаза. И батарейка, чук, разрядилась. Или ты пришел, как бы, домой. Вроде бы, жена преданная, как бы... Ну, это жена преданная, вроде бы, да? Но, вообще-то, через нее действует твоя собственная карма. А вот это мы никак, никак, никак с этим согласиться не хотим. Ты же ждешь от нее счастья. Счастья от нее ждешь. Поэтому через нее действует карма. Сказал ворон и съел червячка. Карма. Вот. Ну, такая штука не очень приятная. Действует через эту возвышенную преданную, которую я взял за вас, думая, что она меня спасет. Вот. Карма. И в это время очень сильно разряжаются батареи. Очень сильно. Просто за пять минут беседы с чистой преданной, батарейки на нуле просто. Дormка. Так. Ну, в это время, прабуджи, я понимаю, к чему вы уклоните. Говорит «Алта Рядхама, ну, не хочу я, как вы там сидите бубнить. я хочу проповедью заниматься прабуджи когда батарейки будут на нуле и все будет совсем плохо тогда придется вспомнить эту лекцию я ничего никогда надо не сказал ни одного слова надо преданная надо не сказал ни разу я сказал вот так вот будет вот так я просто вам рассказал от чего бывает что и все а чё надо вы сами решайте бренда вы не находите здесь надо просто кришну любите все супер вопрос молодец классный вопрос как совместить внимание на аскезе с кришной я вам сейчас скажу приятно это супер совмещение потому что кришне нравится кушать нашу аскезу если мы ее ему отдаем они себе вот допустим мы сидим прямая спина и мы о спине думаем думать что-то я как кришне не думаю думаю о спине а вы возьмите и скажите кришна прямая спина для тебя и в этот момент вы увидите что вас спина перестала отвлекать потому что кришна съел эту аскезу и она спина наполнилась экстазом результате вы просто обычный человек боль давай мне больно яма не больно а вы просто берете вот боль это для кришны вот это я для кришны все вот это аскеза для кришны не то что он ему теперь будет больно нет у него другое понимаете восприятие мира он наши радуется нашей боли для него если боль для кришны это нектаром становится для всех и все и вы как вы выдвиг вот когда вы научитесь отдавать аскезу кришне она вообще вас не будет отвлекать я вам точно сто процентов говорил вообще не будет отвлекать но это надо научиться это сейчас вы теоретически это понимаете а я вот говорю вот когда вы это делаете вы просто скажите это для тебя кришна и раз пройдет у кого так поднимите руку он так получалось вот пожалуйста видите есть много плены вот вы сейчас сидите у вас сейчас тяжесть спине я вижу это нет вы сидите так же как сидите вот у вас сейчас тяжесть спине правда ведь скажите вот он джаганатхи скажите я это делаю для тебя мысленно мысленно для них искренне скажите для тебя вот эта тяжесть ничего страшного это для тебя это тяжесть скажите им сейчас такая же тяжесть спине прошло тяжесть спине сейчас тяжело спине он ищет ищет где тяжесть быстро кришна сразу все раз и превращает нектар все сразу ваш вопрос спасибо вот сейчас хорошие вопросы по самим как мы это делаем как убеждаем правильный ответ то есть не по технику правильный ответ идите сюда идите сюда идите сюда садитесь вот сюда на этот стул вот на этот стул сейчас я его научу не засыпать на любой стул садитесь рядом со мной сейчас преданность слушать смотрите внимательно все слушайте следите внимательно за тем что сейчас будет вы увидите интересную вещь этого про проблема не в том что человек просто имеет такую особенность засыпания он просто не знает как слушать то все ну да сядь да не надо всем просто ко мне повернитесь не надо что уже не цирк у нас все хорошо вы сейчас повторяете как силы пропады слушая его а не себя не вы себя слушал микрофончик дайте пускай все слушают хорошо я вас слышу давай отвлекайтесь на себя опять вот начали правильно потом раз насят еще раз за все силы я хочу его слушать я хочу его слушать я хочу его слушать чувствуете как просыпаться начали у вас свежать голове ночью потому что вы включили разум понимаете вы повторяете и выключаете разум у типа она должна постоянно жить должны постоянно возбуждать возбуждать разум памятью или через звук шива пропады или через память о кришне и тогда вы никогда не будете засыпать никогда понимаете еще одна проблема в усилии расслабились а надо прямо было сесть ну что тело все равно будет сильнее понимаете оно будет нас склонить сядьте прямо опять согнулись опять прямо сесть вершу прямо здесь прямо согнулись вы вот сейчас нормально все теперь опять слушать сейчас еще бодрее стало слишком сильно себя жалеете во время джаб слишком уж жалко себя родного все вот так но у вас тело слабое вот так по выкладывайтесь полчаса потом ходить через год вы сможете уже часто к себе тело слабое но все равно надо его заставлять аскезу держать иначе будете болеть потому что статика убирает жар это с тела у вас из-за жара в теле она слабеет то есть клин клином вышибается получается предная как нам не пора заканчи как вы думаете еще не вечер просад да уже все а